Более 7 тысяч староскольцев нашли работу в пандемийном 2020-м благодаря местному центру занятости населения. Об итогах минувшего года и возможностях нынешнего, новых постановлениях и размерах пособий – материали Марии Шелеповой. 2020 год для Староскольского центра занятости населения стал настоящим испытанием. Резко увеличилось число нуждающихся в работе. На 1 сентября 2020 года на учёте стояли 4600 жителей округа. Для сравнения, ранее центр регистрировал максимум 800 человек. А вот уровень трудоустройства в середине года снизился. К декабре уже всё стабилизировалось. Наша работа зависит от работодателей Староскольского городского округа. Их работа стабилизировалась и наша работа стабилизировалась. Поэтому мы достаточно активно трудоустраивали. И к концу года наш уровень трудоустройства дошёл до 80%. Это очень хорошо. То есть мы более 7 тысяч человек трудоустроили. Достаточно высокая такая цифра для нас и причём для всех категорий граждан. С началом 2021 года изменился минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 12 782 рубля. Новое постановление принято и по размерам пособий по безработице. Граждане, которые длительно не работающие, им платится 1500 в 3 месяца. Граждане, у которых есть 26 рабочих не ели за последний год, они подтверждают, что мы им платим следующим образом. 75% от среднего заработка, но не более 12-131, 2-3 месяц. И 60% от среднего заработка, но не более 5000 в 4-5-6 месяц. Ещё одно нововведение касается перерегистрации. Её безработным нужно проходить строго в назначенную дату. Если в отведённый день Старо-Осколец не выходит на связь, пособие по безработице будет приостановлено. Могут и вовсе снять с учёта. Перерегистрацию можно пройти и дистанционно. ЦЗН продолжает работать в электронном режиме. В 2021 году увеличено областное финансирование мероприятий активной политики занятости. Это трудоустройство несовершеннолетних, выпускников училищ и техникумов, людей с ОВЗ, финансовая помощь при открытии собственного дела, переобучение с дальнейшим трудоустройством, общественные работы для тех, кто сразу не может найти подходящую вакансию. При такой занятости получают сразу три выплаты – зарплату, пособие и матподдержку от ЦЗН. Программа по испытывающим трудностям. То есть женщины, которые воспитывают детей инвалидов, женщины, многодетные мамы, люди с инвалидностью и так далее. И у нас есть поддержка работодателей. То есть мы возмещаем затраты на организацию рабочего места инвалида, если они берут на работу, или маму многодетную, или с маленьким ребёнком до трёх лет, либо с ребёнком инвалидом. То есть эти все программы продолжают у нас работать. Сегодня в Старом Осколе 1600 человек состоят на учёте в ЦЗН. Ещё 1412 имеют статус безработных. В базах центра около 5000 вакансий. Подыскать работу можно на федеральной платформе «Работа в России», на областном интерактивном портале занятости, на сайте староскольского органа askol-zan.ru и в официальной группе во Вконтакте. Мария Шелепова, Сергей Кириченко, Александр Балакин, 9 канал.